Немного рекламы. Основной спонсор канала опасная бритва.рф в этом году в июле празднует свое пятилетие. В связи с этим грандиозным событием ребята устроили 15 процентную скидку по купону 5 лет и 19 буквально на все вот на все вот зашел вот увидел вот и это тоже под ковриком и на это тоже но кроме распродажи то что в распродаже на это купон не действует а на все остальное вот пожалуй все что увидели пофигу на чего вот на это и пожалуйста до 15 числа кому интересно ребята ссылка в описании под видео постарайтесь а то можете не успеть сегодня уже 2 всем привет дорогие друзья nordic shaving company от яре поинтар хоть и заявлено что мыло должно быть со смолой сосны но тут запах такой что лучшие представители дегтярного мыла в россии наверное тихо встали бы и ушли в сторонку потому что дегтяриум несет так что хоть святых выносить да конечно же тут что то есть и от того утреннего костра про который стал говорил но все-таки дегтярь во всем своем неприкрытом виде чашек сожалению видите треснула окончательно от самого его африканская всем привет дорогие друзья я еще ни разу не смогу не снимал видео подобных этому я сам не знаю что сегодня происходит но какой-то день весь такой что какая-то внутренняя неустроенность внутренняя тревога хотя внешних факторов подразумевающих такую реакцию никаких совершенно кто-то скажет иванов но ты чё так видео обретение делают да не буду спорить а кто-то другой скажет ну чё правильно бреешься переломи ситуацию так что как правильно как неправильно это каждый из нас решит сам а я решил вот так вот на короткие снять сегодня видео обрети возможно действительно переломит ситуацию но и сегодня будет два клинка один клинок от вячеслава дамаск с формой под батчер бучер как некоторые говорят о как и правильно есть на самом деле а второй клинок от андрея левченко разверс игл немец сделанный для американцев для америки ну с монограммой со всеми делами компресс поймал себя на мысли что сейчас вот в эту минуту не отказался бы от пришеева александр соупали думаю не случайно неспроста я это вспомнил потому что во всех таких ситуациях непростых человек как правило стремится к чему-то такому что поможет вот возможно это да есть масла там стоят но это не пришив это брица я думаю это не тот случай за пришив от александра много интересного слышал и от дяди федора и от других парней я думаю сегодня он был бы как раз в кассу помазок разорак синтетика был уже пару раз на обзоре рабочая лошадка если кто-нибудь ищет синтетику такую недорогую и рабочую ребята даже не думайте берите хорошую штуку при нанесении от массированный вселенский удар дегтяря все еще остается все еще остается и дал слегка рассеивается вот тут сейчас в россии нам состояние он больше на все таки похож на тот костер я бы сказал что внутренний как-то сказал просто остатки костра вот он был сейчас его нет и вот эти вот головешки они уже не тлеют они уже они даже холодные и вот так это пахнет ребят но никакой смолы никакой сосны вообще может это сделано из сосны но туда может быть так первое первое пойдет по форме бачер дамаск от вячеслава все бритвы точены сергеем пройденные на ремне 30 раз на сторону пока не плохо папа Субтитры сделал DimaTorzok По первому проходу прошло нормально, сейчас не готов еще его с чем-то сравнивать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Сейчас попробуем DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Ну Очığım Отчаясь Снял DimaTorzok Не очень удобное место Продолжение следует... 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 В лоб тоже не получилось щетину взять, которая на радиусе стояла, из-за того, что там не совсем понятно как ставить клинок, под каким углом, поэтому решил схитрить и не бил в лоб и чуть-чуть так жить наискосок, но получился первый проход мы прошли, все-таки лишняя информация не бывает ребята, сейчас вспомнил что с правой стороны дамасском второй проход за решил заменить третьим и тупанул, делал третий проход полностью как я его раньше делал, а сейчас пока наносил пену пришла в голову мысль, а для чего можно делать так как делает Олег, он не копирует, он каждый проход подгоняет под те ножны которые данную конкретную минуту он перед собой ставит, вот сейчас попробую также сделать Олег я имею ввиду брить или не брить в последнее минуту он перед собой, я думаю что за ним нам очень нравится чек, но все Продолжение следует... 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 И так... Продолжение следует... 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 вот, вот так пахнет мыло просто шо пипец после того, как вы его нанесете на лицо конечно же, да, это маленечко разбавится я бы не стал брать на себя смелость чтобы определить, какой именно уголек так пахнет сосновый, еловый, березовый но мне кажется, точно не вот процентов 70-80 точно не сосновый потому что от сосны я там не нашел ничего возможно березовый, да, может быть но точно не сосновый всем любителям подобных запахов, ребята вам посвящается если же у вас на это какие-то свои предпочтения если вы не любите, даже не думайте брать пейнтер сосновую смолу это не сосновая смола, это вот то, что я вам только что описал бритвы страшно было? страшно после последнего с батчером потому что там стоял вопрос вы как-то его так резко поставили или заточка или бритва что там не так? почему такое бритвы? ребята, я хз я и в заточке, и в бритве уверен потому что бритву послал тот человек который здесь здесь не будет Андрей Левченко но точил бритву тот человек который их уже много переточил я сам для себя сейчас вот пытаюсь ответить батчер точенный Сергеем в Новосибирск первое бритве было достаточно жестковато и не очень веселым для меня сегодня же картина совершенно другая получается Дамаск от Вячеслава уже веселее уже веселее и ну скажем так несмотря на то, что вот сегодня все вот эти вот две бритвы они были пройдены в начале пять раз на сторону это ремешок от Вячеслава с пастой ну нет у меня такого матерчатого ремня что там возможно какие-то заусенки то есть что там бывает после заточки просто так чтобы их сшибить а у Вячеслава ремень такой знаете достаточно такой сермяжный и я вот по нему там пять раз вот буквально пять раз пробежал и то и то потом пошел промыл смыльцом все как положено протер и уже после этого пошел на ремень от Андрея Левченко ремень правда мне нуждается в реставрации я его там слегка покоцал но я старался именно на нормальных местах вот там хоть есть такой ковалок и пробежался по тридцать раз на сторону и этой и этой никаких волосев ничего не проверял бачер а-ля русская бритва не самая мягкая нет но на удивление сегодня побрил лучше игла я думаю что он еще не на пике своей формы я думаю что если его покатать еще по ремешку то он покажет еще гораздо больше лучшие результаты но то что сегодня получил я понял что тут больше вопросов к технике оператора нежели к инструменту потому что инструмент сам по себе но мне понравился одно единственное место где я вот здесь вот коцнул но это опять же вопрос рук достойный хороший классный инструмент буду катать его дальше буду стараться по мягкости по мягкости по десятибалльной шкале выводить там на семь с половиной на восемь я думаю что потолок для него восьмерочка он вполне достижим более чем конечно в бритье вот евген с сейчас выйдет скажет в один за счет и там он француз да да Жень ты прав в бритье вот эта штука конечно же до француза от Константина разрешат но не дотягивает по мягкости я имею ввиду мягкости тот клинышек но пока он да он не превзойден вот в моих глазах но в любом случае это инструмент очень серьезный и да пускай он не переплевывает француза но это не отменяет его положительных качеств мне очень понравилось сегодняшнее бритье чуть по другому тоже хорошо но чуть по другому сегодня брил игл в чем это по другому заключалось он был во первых мягче ему сегодня можно было дать где-то семь с половиной примерно вот так вот восемь по мягкости ввиду его конфигурации что у него там есть носик мне бы сразу это надо было как-то принять к средине но я чуть-чуть поторопился сам виноват но вот он меня чуть-чуть и коцал ребята не обращайте внимание я сейчас камень возьму после этого бритья и все зафигачу несмотря на то что помягче в некоторых местах приходилось судорожно вспоминать все ваши советы как вы советовали урмас и Андрей Левченко и посмотренные видосы у Олега брить или не брить и пришло в голову что не вести а так короткими движками стараться косить и вот это вот очень сильно выручило тут же оно сразу забрило но полностью не спасло то есть вот здесь сейчас вот если вот так вот взять здесь вообще ну действенно выбрито здесь чуть-чуть есть тут надо было бы пройти сам виноват думал что пробрил вот здесь еще один проход надо было сделать но в общем и целом побрилили они примерно на одном уровне этот чуть мягче тот чуть жестче но мне кажется что вот так вот если бы я выбирал между двумя я бы в ступор попал потому что если Дамаск от Вячеслава это дредноут дредноут да чтоб тебя мухи съели он просто пер как линкор и со всей своей артиллерии а это как канонерка ну вот иди выбери что тебе больше нравится тяжело тяжело ну скажем так если бы вот так взяли бы там пришли фашисты и сказали ну-ка какая из них лучше я бы сама вот взял сказал не братцы мои я бы между ними не стал выбирать или обе или ни одной вот так так ну чё ну всё давайте наверное на этом заканчивать да хлопцы выручайте братцы я тут обещал человеку помочь человека зовут Эмиль Маркелов у него фатип пикало и он спрашивает Вадим а кордан то говорит для пикало будете делать вот тут то я ступор упал потому что фатип у меня был последний раз наверное где-то года 3-4 назад я уже и забыл шар цистаки и мне почему-то казалось что там такая же резьба как и у всех хлопцы у кого есть фатип пикало подскажите пожалуйста там такая же резьба как вот у всех или там что-то свое с фенди-боббером ручки обычные ручки как вот делает хомлайк шавинг как делают другие м5 на 0 м8 на 0.5 шаг там такая резьба или какая-то другая или какая-то особенная у кого есть фатип подскажите мне же надо что-то Эмилю ответить добра вам счастья радости держитесь хлопцы все будет нормально жизнь штука такая что это не поле перейти дни бывают всякие хорошие плохие полосатые черные белые серые бурые малиновые в крапинку самое главное чтоб у вас в доме было всегда спокойно вы ваша семья были здоровы целы ну и чтоб тепло семейного очага у вас никогда не остывало пускай вот всегда всегда все будет хорошо но все до новых встреч пока-пока с вами был я Вадим и до стрима в воскресенье он будет будет все будет нормально и все до новых встреч подписывайтесь на канал субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok